Говорят, белки нам, и начинают мантры читать, вот это незаменимые, потому что это полноценные белки мясные. Нет, а ты скажи, вот процесс, ты объясни, Вася, вот академик, объясни, хочется ему сказать. Он же не объяснит, никто, они дебилы, они это не знают, или забыли, или уже они не понимают. Объясняю. В каждой клетке нашего организма, будь то нейрон головного мозга, или клетка почек, или гипотоцита клетки печени, есть органеллы разные, ну разные органеллы, митохондрии в них, АТФ, образуются, это энергетические станции нашего организма. И есть органеллы, рибосомы, ну в школе можно почитать, в школьном учреждении, рибосомы. В них идет биосинтез белка, процесс мы его отдельно проходим, да, в школе, в институте, биосинтез белка. Что такое биосинтез? Сборка. Из чего, если упростить? Из аминокислот, составных частей белковой молекулы. Теперь вопрос. Если в каждой клетке нашего организма идет сборка белка, причем только организм знает, какой белок в данный момент времени ему нужен, правильно? Это никакой академик, даже самый толстый, знать не можно. Поэтому, значит, теперь вопрос, нужен нам белок? То он вообще нам не нужен. Нам аминокислоты нужно, если уж так упростить, только аминокислоты в плане белка. Потому что любой белок, даже растительность, едите вы шпинат, ладно, там полипептидные цепочки легко распро... Они в желудочно-кишечном тракте до аминокислот разберутся, и аминокислоты всасываются в тонком кишечнике в кровь, идут в каждую клетку организма, где в рибосомах идет процесс биосинтеза белка. Ну, там плюс ферменты, энергия, все понятно, для этого процесса нужны. Ну, так вот, вопрос-то в чем? Аминокислоты, ну, они-то есть везде, пожалуйста. Это, скажем, шпинат, там все 8 из 8 незаменимых аминокислот, крапива, все 8 из 8, то есть очень много дикоросов полезных. Ну, и кто запрещает 2, 3, 10 продуктов, есть 25. Понятно, да? То есть вот самое главное, что, еще раз, белки вообще, вот даже растительный белок попал в организм, он все равно должен разобраться до аминокислот. Понимаете? Должен. И вот эти аминокислоты пойдут уже и дадут начало новым белкам. Так зачем нам это вот все усложнять? А попробуй разбери высокомолекулярность с миллионами аминокислотных остатков вот этих вот цепочки. Это невозможно. В полной мере, неразвенную на помощь нам приходит патогенная микрофлора, которая нас, конечно, и травит, но и помогает в том смысле, что мы сразу не умираем, иначе мы просто сгнили бы. Они перерабатывают эти гниющие белки, патогенные наши микрофлоры. Ну, и выделяют нам токсины. Но после переработки все равно остается частично непереваренные белки. Процент 1-1,5 там, немного. Но этого достаточно, чтобы возникла реакция антигена-антитела, которая образуется, когда попадает в кровь вирус, грибок, бактерия, либо чужеродный белок любой, потому что реакция идет, антиген-антитела, вот это иммунный ответ, не на название, которое люди придумали там, как назвали как-то, папилломовирус или что, а идет на структуру, понимаете, на структуру сложную, чужеродную структуру, самую сложную. Это белок, белковая структура, которая создана в каждом конкретном организме животного, например, для своей конкретной биологической цели и задачи, чтобы сохранить вид, передать, значит, генетическую... Все это белки, гены, все это ферменты, витамины, это белки в основе своей, плюс минералы там, да, кстати, очень по минералам сейчас отдельно скажу, и поэтому, вот и все, поэтому попадает чужеродный белок, неважно, вирус, бактерии, съеденные куриные ножки, вот и реакция антигена-антитела, дальше образование кадаверин, трупный яд, ну, кадавер, труп, по слотыни, да, там, гнойных токсинов и так далее, вот человеческая дурь, а еще стоят эти с тремя подбородками, уже еле дышат, стоя, белок там этот чудесный продукт мяса, который, то есть зомби просто, а они еще, они сектанты-то, они натуральные сектанты, потому что они долбанутые, они говорят одно и то же, не понимая, что они говорят, доказать ничего не могут и верят свято в это, ну, секта, конечно, секта, поэтому вот они сектанты все эти, которые так отстаивают с пены у рта свой кусок мяса, они понимают, что они, понимаете, побочи, ну, как бы, немножко, ну, не то, что убоги, но порочные, они понимают, что они плохое что-то делают, но пытаются себя обмануть, чтобы жить легче, это подлый поступок, я уважаю, знаете, каких людей, кто говорит, я ем мясо, ел и буду есть, и мне плевать, я понимаю, что это, допустим, а мне плевать, это честная позиция, а вот когда вот иезуинское, вот это пытаются, знаете, значит, свое вот это что-то плохое, порочное, и пристрастие вот свои пороки оправдать таким образом, что пытаются опорочить вот противоположную сторону Ну и так сказать, что природа это дура Мы тут с вилкой и ложкой, с костром, с сковородкой лучше знаем То есть природа для всех едут со своей стола, скатерти, самобранки Приготовила, а для нас людей, мол, нет То есть ты природа дура, мы тебя доделаем сейчас, мы приготовим Это же вот что мы говорим, абсурд Был такой фильм